Всем привет! Этим роликом я начинаю новую рубрику. Новый у меня плейлист будет под названием Классическое наследие. И хотя в него попадут и те ролики, которые у меня есть про Андерсона, про Фелидора и других великих шахматистов, рубрика открывается именно этой партией. Чем она примечательна? В партии Таль Фишер она была сыграна в турнире претендентов 1959 года и молодой Михаил Нехемьевич Таль в длительном марафоне, там занял первое место юного Роберта Фишера он обыграл, если мне не изменяет память, во всех партиях. Партия была сыграна на финише турнира. В двадцатом туре может и не на самом финише, кстати, там такой марафон был. Предыдущая была сыграна, если мне не изменяет память, 15 сентября 1959 года, тоже в Строиндийской защите. излюбленный дебют Фишера Строиндийская защита и второй защита Грюнфельда. Ну, так же, как у Каспарова. И поразило меня еще при первом ознакомлении, то есть давным-давно, что молодой Михаил Нехемьевич Таль, романтик, известный своими бесшабашными жертвами, лихими атаками, выбрал вариант, который носит имя, ну, по сути, его антипода, исключительно осторожного, хоть и очень изобретательного шахматиста, великолепного защитника Тиграна Вартановича Петросяна. То есть, такой позиционный дебют. Мне понравилась версия, что молодой Таль хотел обыграть Фишера в таком сугубо позиционном ключе. Но версия красивая, но таких, ну, по-моему, и сейчас-то не часто встретишь партии совсем без комбинационной начинки. А Михаил Нехемьевич, конечно же, не мог как сказать-то, не мог обойтись без красивых атак. И в этой партии тоже, после А6, слон А4, мы эти атаки увидим. Итак, одна из основных позиций системы Петросяна в страны индийской защите. Основная линия здесь Ж5, слон Ж3, конь Аш5, и здесь огромнейшее количество теории. Есть ход Аш4, есть более скромный ход конь Д2. Разбирать не будем. Фишер сделал ход А6, причем второй раз на этом турнире. Сейчас этот ход, естественно, на задворках теории. И во многом причиной стала именно вот эта партия. Ну, может быть, даже обе партии, сыгранные Талем против Фишер. После пары естественных ходов стало очевидно, для чего Фишер поставил пешку на А6. То есть, ему теперь не нужно считаться с ударом конь Б5. Если бы пешка стояла на А7, то после конь Б5 защиты от конь БЦ7 нет. Но, с другой стороны, черные потеряли важнейший темп, не развили коня на Ц5. И вообще, очень редко в староиндийской защите ход А7, А6 бывает полезным. Черные собираются провести Ф5. Петросян считал, что ход А6 это вступление к хитрому замыслу, но этот хитрый замысел Михаил Нехемьевич очень простой и очень разумной игрой разрушил. То есть, белые играют там, где им положено играть, то есть, раскатывают линию С, хотят провести Ц5. Черным надо бы пойти Ф5, но хода Ф5 сейчас нет, потому что после взятия на Ф5 удар ЖФ ведет к потере качества, причем ход Ладья Ф7 обязательный, так как ферзь отойти не может. Ну и белые не обязаны даже сразу бить эту ладью, могут сыграть Ферзь Ц2, ладья Е1, то есть, сделать массу подготовительных ходов, только потом ее уничтожить. В предыдущей партии, 15 сентября, Фишер играл КНЖ5, КНЖ5 и после Ф3 Ф5 Таль провел Ц5, начал игру по линии Ц, через какое-то время ему удалось завязать игру на ферзьевом фланге, Фишер получил неплохую контр-игру, то есть, партию можете посмотреть самостоятельно, мы сегодня изучаем другую, но ему не понравилась роль слона в этой партии, то есть, слон хоть вроде бы и сильный, но достаточно пустой, если мы так пробежимся по каким-то моментам этой партии, то обнаружим, что белая лошадь просто сильнее этого слона и этот слон вообще в итоге потерялся. Чтобы избежать повтора, Роберт Фишер сыграл слон Ф6, многие считают, что вообще слон Ж7 в стороне индийской это тупейшая фигура, из-за нее все проблемы и в принципе размен на Ф6, то есть, размен чернопольных слонов выгоден черным. На самом деле, в данном случае Михаил Нихемович Таль доказывает, что без чернопольного слона черным еще хуже. Обратим внимание еще на один важный момент, который я так быстро пролистнул. Вот в этой позиции, если белый слон стоял не на А4, а на Е3, вот в этой, на Е3, то белые с огромной легкостью проводили бы С5, Конь С4 и просто разрывали бы ферзевый фланг противника. То есть, вот такая расстановка фигур для тех, кто только впервые знакомится с этим вариантом, она считается идеальной и в общем, конечно, хотелось бы стремиться именно к ней. Но в этот момент на отступление слона на Е3 может последовать поль Ж4 с дальнейшим Ф5 и у черных серьезнейшая контр-игра по линии Ф возникает. Поэтому слон должен был отойти на А4. Итак, Роберт Джеймс Фишер сыграл вот в этой позиции слон Ф6. Размениваться слонами белые должны, потому что если слон отойдет на Ж3, то примет участие в игре он, скорее всего, вообще не скоро. Но дальше белые занимаются тем, чем должны заниматься. Они пытаются провести С5. Чернопольных слонов нет и на поле Е3 отправляется белый ферзь. Итак, белые провели цепи, черные в свою очередь провели Ф5. Ну и вот сейчас как раз после хода Ф5 сказывается, что слона на Ж7 нет. Следует размен Ф4. И мало того, что никто теперь по диагонали А1 А8 не доставит белым неприятностей, еще и слон С8 теперь вынужден упираться в пешку Ф5, его не так-то просто активизировать. Ну и более того, он на данный момент ее не защищает, то есть пешка Ф5 является слабой. После ЕФ, конечно, белым нет нужды переходить в окончание, размениваясь на Е7. Ну и к тому же переход в окончание был, как мы знаем, ну в общем, не особо любим Михаилом Нихемевичем конечно он предпочел пожертвовать пешку. Вместо Ферзь бьет Е7, конь бьет Е7, ладья бьет Ф4 или ЦД ЦД и потом взяли на Ф4. Предпочел отдать на Ц5, но зато заняться королевским флангом. Черные выиграли пешку и вот в этот момент отступление Ферзяна Д6 позволяло им выиграть темпы для консолидации позиций. Компенсация за пешку у белых конечно более чем достаточная, то есть взяли на Ф5, отшаховали, потом конь уйдет на Е4 с темпом. Понятно, что играть такую позицию черные не хотели, но это было меньшим изол. После Ферзь Ф6 атака белых развивается сама собой. сильный ход ладья Е6 и после Ферзь бьет С3 черные вынуждены вернуть часть материала у белых излюбленная любимая Талем материальное соотношение он писал об этом, что ему очень нравится жертвовать две фигуры за ладью, потому что известно, что и одна легкая фигура во многих позициях бывает сильнее, чем ладья. А ему нравится переходить именно в такие позиции, где ладья сильнее двух легких фигур. Ну, в данном случае она сильнее только потому, что у белых больше фигур участвует в игре, у черных спит ладья А8, слон С8, короля заищает только кони, ну, и частично Ферзь, Ферзь все-таки от нападения ладей должен убегать, поэтому полноценным защитникам его назвать тяжело, и в общем-то после Ферзь Б2 ладья Е8 партия быстро заканчивается. Угрожает ладья бьет Ж8 со скорым матом и приходится переходить в Эншпиль без качества, но то, что нет качества это полбеды. Слон С8 связан, ладья А8 войти в игру не успевает, и несмотря на изобретательный ход кони Е7, шансов у черных спастись нет. То есть Таль просто переводит коня в центр и ввиду угрозы ладья Ф7 шаг и ладья А8 мат, черные сдались. Вот такая отличная партия, объясняющая почему в общем-то черным разменивать слона пока белые могут начать активные действия на королевском фланге не стоит. Ну и в заключение должен сказать, что с 12 июля то есть уже в эту пятницу у меня стартует серия тренингов по староиндийской защите летних дебютных тренингов. Первой темой как раз будет вариант Петросяна и в пятницу и в субботу будут лекции то есть каждый тренинг будет состоять из лекций по теории потом пяти тематических турниров с разбором партии участников цена максимально доступная полторы тысячи за весь тренинг более подробно как эти тренинги проходят можно узнать вот отсюда там есть информация ну не совсем отсюда а дальше то есть на доске появится буковка И и вы увидите важную информацию также ну в общем для участия в этом тренинге нужно заполнить форму написать на почту почта вся информация есть в описании расписание тоже в ссылке под видео есть желающие разбираться в дебютных тонкостях вместе со мной в общем всех жду на тренинге буду рад вас там видеть спасибо за внимание